Приветствую, друзья! Посмотрите, какая картина. Это называется «Учёные в тупике». Я сейчас тоже в тупике, потому что я совсем растерялся и не понимаю. Люди, в принципе, слышат друг друга. Или это сплошные монологии, и каждый говорит о том, что у него болит. Ну, один говорит о том, что у него там нога болит, или голова болит, или говорит о чём-то, а сам думает об этом, и поэтому не слышит собеседника. Или другой разговаривает с собеседником, и в это время говорит ему что-то, а тот ему кивает, и ему кажется, что он понимает. А на самом деле он думает, ну, когда же он закончит? Ну, слушайте, культура есть. Поэтому он говорит, да-да-да, да-да, спасибо. Ну, вот как быть? Слышат люди друг друга или не слышат? Или это сплошные монологи, которые иногда сталкиваются, а иногда культура помогает как-то выдерживать нас друг друга? Или это может быть какой-то конструктивный диалог? Не конкурентный, а такой, где люди в равновесии душевном таком находятся, хорошо выспались, к примеру, настроены, к примеру, чтобы выслушать собеседника. Ну, у меня не часто так бывает. Я слушаю, слушаю, а потом я задаю вопрос, который вылетает прямо по ходу разговора. Просто возникает вопрос, и я его задаю. А человек говорит, ну, ты можешь дослушать до конца или нет? О, Боже мой! Я тогда думаю, как же быть? Я учил себя во время разгрузочного действия запомнить как следует о том, что когда говорит кто-то со мной, чтобы проявить культуру, чтобы дать ему выразиться до конца, свою мысль до конца, и запомнить это как следует на всякий случай такой, когда я не выдерживаю, что надо выдержать и дослушать. И потом однажды дослушал, и, слава Богу, оказывается, он совсем не то имел в виду сказать. Спасибо, да. Ну, вопрос-то в том, на самом деле, вот мне сейчас предстоит такая удивительная встреча, такой будет сначала разговор у нас, а мы уже в прошлом году разговаривали, это потрясающий собеседник, это психолингвист, который разбирается в понятиях, но для него это как бы, он чувствует это, он чувствует, что лежит в глубине каждого слова, он открывает его смысловой корень, его эволюционную предназначенность. Да. Ну, вот это очень интересный человек, Роман Газенко, вы, наверное, его слышали, видели, и мы тоже в прошлый раз выступали на наших YouTube-встречах, пожалуйста, посмотрите прошлые наши, напишите Роман Газенко, и сразу увидите, и журналист там, ну, короче говоря, и у него много-много достоинства, которые сейчас перечислять просто невозможно. Но я вот всё-таки думаю, как получится, как получится у нас, вот эта встреча, она, конечно, будет прекрасной, много культурных людей, мы можем слышать друг друга, я не буду перебивать, конечно, я буду себя осаждать, да, и он культурный человек, и вот два культурных человека будут разговаривать, ну, у каждого есть что-то говорить, и каждому хочется что-то сказать, и как получится вот это, не лобовое ли столкновение, или наоборот, конструктивный такой диалог. Так вот, интересно, как же человек может слышать друг друга, потому что основная ошибка общения, я вам покажу свою старую фотографию, это походу я ездил в Нижнем Новгороде, видите, задумался, это снег вокруг, а я задумался, как бы говорится, взаимодействуя с небесами и снегами, задумался, как же быть, потому что я там помогал людям в Нижнем Новгороде после пожаров, после пожаров, и обижать мне приходилось по всем городам и по всем весам Нижегородской области. Ну, я это, к слову, я задумался тогда тоже. Я о чем? Я вообще парень задумчивый, как вы понимаете, и вы задумчивые, и, пожалуйста, у меня просьба, задумайтесь. Человек – это монолог, или он способен к диалогу? И когда он в диалоге, только культура его спасает, чтобы не было лобового столкновения? Или что его спасает? А мне кажется, его спасает вот это состояние душевного равновесия. Поэтому мы обучаем всех культуре саморегуляции на основе вот этого нулевого состояния, когда человек, снимая стрессы, выходит на состояние безмятежности, запоминает это, я прямо скажу, качество. Запоминает это качество свое самое глубинное состояние внутреннего глубокого покоя, равновесия душевного. И поэтому, когда он запомнил это, потом ему легче, когда он в диалоге, вдруг какая-то эмоция, он легче ей управляет, и поэтому ноль, ноль, это, по-моему, основа всего человеческого развития, и культуры тоже, и культуры тоже. Ну вот, я это записал сейчас, а вам, пожалуйста, просьба задуматься так глубоко, снять стрессы, выйти на ноль, безмятежности, соприкоснуться там с безвремением, вечностью, там, где нет страха и шаблонов мышления, и подумать без всяких шаблонов. подумать. Человек это монолог только, или он способен к естественному диалогу, потому что, когда мы способны к диалогу, мы можем горы свернуть. Да, да, подумайте, и напишите мне там в комментариях, что вы по этому поводу думаете. До встречи!